...понников оппонента. Прошу вас, Алла Борисовна. Алла Пугачёва, народная артистка СССР. У меня вопрос такой. Владимир Вольфович, вы, думаю, со мной согласитесь, что президент страны — это лицо страны. Пример для подражания подрастающему поколению. Пример для массы граждан нашей Родины. У меня к вам такой вопрос. Вы, когда хамите... Ну ладно мне, Бог с вами, я к этому уже привыкла от вас. Вы чего хотите доказать? Когда вы врёте нагло в эфире этой программы, зачем? Когда вы просто ведёте себя настолько неприлично, даже для кандидатов в президенты. Но пока что это позор только ваш. Не дай Бог, если это будет позор нашей страны. Вы распускаете язык, распускаете руки. Ведёте себя разнузданно. Мой вопрос. Это что, часть имиджа разрешённого вам сверху? То, что ни один политик так себя не ведёт. Это пробелы в воспитании вашем? Или не дай Бог, не приведи Господи, это что-то такое с неврозом связано. Вы когда... Если бы вы стали президентом, вы бы поменяли свою линию поведения? Потому что это всё-таки на весь мир? Всё? Всё. Я отвечаю. Я веду себя так, как я считаю нужным. Мне имиджмейкеры не нужны. Мне разрешение, как Михаилу, никто не давал создавать партию. Я её сам создал. Я сам первый пошёл кандидатом в президенты ещё советской России. Все разбежались. Значит, это приводно, да? Молчите! Я с партией! Не хамите мне! Не хамите! Не хами меня! Я отвечаю здесь! Вам молчать нужно сидеть! Всё! Вопрос задались! Я отвечаю так, как я считаю нужно! Я, собственно, хотел это услышать. Убирайтесь вон отсюда! Не уберусь! Уберёт! Выгонит охрана сейчас! Да, я веду себя как певицца, а не как певичка. А охрана никого не хуйня. Не ори на меня, будущий президент! Я говорю вам, Алла Борисовна! Я вам не Алла Борисовна! Вы меня уже назвали певичкой! Я думала, что вы... Про произведение говорить, но я пять раз не женился! Я думаю, что вы... Пять раз я не женился! Я думаю, что вы... Пять раз я не женился! Да! Политик, хитрый человек. Я отвечаю, Соломин! А вы просто клоун и псих! Значит, я... Отличаю! Время Зариновское! Я должен дать время! Я такой, какой я есть, я уже сказал! В этом моя прелесть! Если Сталин прикинулся тихоней, и потом в страну залил кровью! Если Хрущев прикинулся тихоней, и мы съели везде кукурузу! Если Брежнев был великий, и вся страна пьяная и коррупция! Горбачев за демократию, и Советский Союз рухнул! Ельцин полупьяный! Че вам тогда не нравился Ельцин? Этот недоумок полупьяный! Че вы тогда за него агитировали все? Че вы сейчас помолчите? Вы позор нашей страны! Помолчите! Вы позор! Да, помолчите! Вы, артисты, как последние проститутки, ложитесь под любого руководителя за деньги! Вы все легли под Брежнева, под Горбачева, под Вечина, под Путина! Завтра въеду в Кремль, все будете лежать, я буду о вас плевать и вытирать ноги! Позор вам! Позор, позор! Все, кто легли сегодня под любого, смотрите! Все четыре кандидата! Позор страны! Позор! Все позвали артистов! Время жириновцев! Да! Она не понимает этого, на законах не считает! У нее закон один, менять мужей каждые пять минут! Вот ее закон! Извините, но то, что вы делаете, вы себя публично хороните! Вот то, что вы сейчас делаете, вы себя публично хороните! Я вам говорю еще раз! Вы ведущий! Я ей ведущий! Вопрос! Все молчат! Я ей попросил Аллу Борисовну вступить в ваше время! А она не может понять! Я волнуюсь за вас! Не надо волноваться за меня! Не за Аллу Борисовну! Не надо! Алла Борисовна навсегда останется и есть в истории мировой музыки! Я буду говорить то, что я считаю нужным! Это ваше право! И вы не имеете права вмешиваться! Если вашему каналу Прокров заплатил, чтобы в этой передаче он получил больше голосов, он давно все проплатил! И в Кремле, и народу, и пусть хамеринский рабочий скажет, которые уехали! Никто ни разу в моей передаче не бывал чаще вас, не заплатившего ни копейки! Тогда помолчите! Я говорю! Я говорю! Прошу! И! Страна в условиях гражданской войны! Вы хотите в хорошем костюмчике? А кто похоронил 15 миллионов? Там тоже будем стоять в хороших костюмчиках? А миллионы потеряли родину! Что мы им скажем? А русский народ оплеван! Ему что скажем? А русский язык запрещают везде! Русских летчиков арестовывают везде! Дети выбрасываются из окон! Мы тоже будем все тихо, спокойненько говорить! Ребята, все хорошо! В костюмчиках тихо! Ну, дети не хотят жить! Ну, полно пьяниц! Кругом наркоманы! Кругому... Ну, что делать? Зато пойдем в концерт! Прохоров заплатит! Алла споет! И нам хорошо! Вам втроем хорошо! А я хочу, чтобы было хорошо главному народу нашей страны! Бедному русскому народу! А на вас мне надплевать! Все! Прошу! Первый заместитель руководителя фракции ЛДП в Государственной Думе Владимир Овсянников! Михаил Дмитриевич! Но вы вот сейчас только что слышали, как Алла Борисовна задавала вопрос. Вот кандидат в президенты должен быть кристально честным человеком. Почти что Иисус Христос! Начнем с вашей биографии становления вашего капитала 90-е годы, бандитский капитализм, трупы. Я помню в одном только Кузбассе, я сам оттуда избирался. 20 директоров...